Ржавые ларьки, торговые палатки и автофургоны за последние три года стали своеобразным украшением окружной столицы. Такие сооружения не только портят внешний вид, часто торговля в них не отвечает элементарным санитарным правилам. Как вывести этот вид бизнеса на должный уровень, обсудили представители окружного бизнес-сообщества и представители власти на Координационном совете по предпринимательской деятельности. Нестационарные торговые объекты в нашем городе последние три года растут как грибы после дождя. Такой торговый объект, который представляет собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным участком, можно встретить почти у каждого магазина. Как выяснилось, многие из них располагаются нелегально. Теперь за такую деятельность накажут штрафом. Соответствующие изменения в закон об административных правонарушениях Ненецкого округа разработаны прокуратурой региона и приняты собранием депутатов. За последние три с половиной года на территории только города Наринмара выявлено более 15 нестационарных торговых точек. Среди них автолавки, автоприцепы, палатки и другие самодельные сооружения. 18 лиц уже привлечено к административной ответственности. Выдано 5 предписаний об устранении нарушений закона. Предлагается установить административную ответственность за торговлю в неустановленных для этих целей в местах, а также за нарушение установленного порядка организации ярмарок и продажи товаров, выполнение работ, указание услуг на данных ярмарках. И в частности, данная ответственность предусматривается за размещение нестационарных торговых объектов, не утвержденных органами местного самоуправления, схем их размещения. Размеры штрафов в отношении нарушителей составляют от 3 до 30 тысяч рублей. Для тех, кто добросовестно подходит к организации нестационарных торговых объектов, за последние три года городские власти создали хорошие условия. А в 2014 году утвердили и новую схему, которая включала уже 29 мест, и мы закрепили срок предоставления три года. В 2014 году был проведен новый аукцион, по результатам которого были заключены договора на 8 мест из 29. В основном это были места в центре города. На остальные места заявок просто не поступило. Ну и в соответствии с этим мы получили бюджет 760 тысяч рублей. В 2015 году городской администрации были внесены новые изменения в порядок, согласно которым предприниматель, уже осуществляющий бизнес в установленных местах, может рассчитывать на продление договора. То есть если предприниматель планирует и дальше работать, то не нужно заново проводить какие-то процедуры, он остаётся, просто договор будет пролонгирован. Кроме того, получить место под размещение нестационарных торговых объектов можно и без конкурса, но только в том случае, если в течение месяца никто не заявился на это же место. Ещё одна проблема, которая волнует не только власти, но и жители округа, это неприглядный внешний вид нестационарной торговой точки. Все же хотим эстетики, а там кто в лес, кто подрывал, на ящиках и на всё. Хорошо, если это основная, так сказать, основная претензия и горожан, и муниципалитета, значит, тогда в едином ключе делать тоже нестационарные павильоны, допустим, на 4-5 вот этих торговых мест, да, так, чтобы в стоимости этого места торгового было в том числе и содержание обслуживания вот этой там территории вокруг, была возможность подключиться к электричеству и так далее, и также проторговывать эти торговые места. Такое изменение правила благоустройства позволит не только улучшить внешний вид объектов нестационарной торговли, но и пойдёт на пользу самим предпринимателям. По работе, значит, в рамках ГЧП, вот один, значит, предприниматель рынок уже строит, очень здорово, да, и давайте мы проработаем вот такие мини-рынки, что ли, да, для нестационарных вот этих вот мест. Вдруг получится. Хорошо. Посмотрите, значит, насколько мы можем предоставить там эту землю, насколько лет, и что мы можем дать по вот этим платежам, по льготам. Поработает вариант. Если получится, тогда, ну, конечно, все эти платки надо будет убирать в цивилизованные помещения. Планируется, что особое внимание теперь будет уделяться не только внешнему виду, но и соблюдению правил торговли и требованиям безопасности.